День физкультурника в нашей стране имеет давние традиции. Массовые спортивные праздники, парады физкультурников начали проводиться еще более ста лет назад. А в 1980 году, в год Московской Олимпиады, был издан указ о праздничных и памятных днях, закрепивший за днем физкультурника вторую субботу августа. По традиции, в преддверии спортивного праздника подводятся итоги спортивного года. Награждаются лучшие. Пусть у нас будут школьные стадионы, бассейны. И самое главное, пусть у нас будут люди. Это тренерский состав, которому мы безумно благодарны. Благодарны за вашу работу, за то, что вы занимаетесь с детьми, взрослыми, за то, что отдаете полностью себя и все те знания, которые у вас есть. Пусть у нас будут новые яркие победы на мировой арене. Пусть у нас будут звезды и пусть у нас будут олимпийские чемпионы. Среди лауреатов тренеры, спортсмены и немало девушек, освоивших спортивные единоборства. Виктория Баранова – чемпионка мира по универсальному бою, мастер спорта международного класса, а Ангелина Рахманинова – мастер спорта по кикбоксингу. Что ее так привлекло в этот необычный для хрупкой девушки спорт? Очень даже интересно, потому что это просто закаляет характер. Женщина должна быть мягкой, но для достижения каких-то высот в любом случае нужен жесткий характер. Особый переходящий кубок вручен победителю спартакиады трудовых коллективов. Дружная команда ОКБ-КП опередила сборные московской пивоваренной компании и Мытищинского машиностроительного завода. Всего в спартакиаде трудовых коллективов приняли участие 18 команд. Поздравить спортсменов пришли и наши земляки – легендарные мастера хоккея и биатлона. Ставьте более высокие цели и совместно с тренерами вы добьетесь этого. А мы, ветераны спорта, вам покажем, расскажем более короткую дорогу. Вот уже 47 лет прошло, как я привез сюда первую золотую медаль в наш округ. Мы надеемся, что вы будете проживать, выступать и прославлять наш прекрасный округ. Легенды мирового спорта начинали именно здесь и свои первые медали привозили на родину – землякам. И сегодня они активно участвуют в спортивной жизни и как наставники, и как организаторы спортивных соревнований. Традиции и смелые планы на будущее – таков сегодня мытищенский спорт. И у него серьезные перспективы. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый мытищенский. О, Каил